Поскольку вы сами молоды и общаетесь с молодыми, вчера мы видели, как группу резервистов направили в Европу, видимо, готовясь к войне с Россией. Что вы на это скажете, как человек по возрасту подпадающий под призывную категорию? Я считаю, что у нас нет никаких оснований посылать через полмира наших молодых парней и девушек, наших сыновей и дочерей, людей моего возраста, да и любого возраста, чтобы защищать чьи-то границы, в то время как мы должны использовать наших военных для защиты границ нашей страны. И мне не за что извиняться. Интересы нашей страны для нас первостепенны. И меня так раздражает, Такер, что в этом одном вопросе мне нравятся многие из тех, кто номинируется на должность президента. Я считаю, что большинство из нас, и я говорю про весь спектр, здесь хотят правильных вещей. Мы те, кто переживает за нашу страну и хочет привести ее к лучшему будущему. Но в этом одном вопросе практически все участники по сути неотличимы от того, что предлагает Байден. Это порочный путь заливания конфликта деньгами, что, по моему мнению, приведет в очередной раз к новому Вьетнаму или Ираку. Если вы не выучили уроки прошлого, то в будущем вы будете совершать те же самые ошибки, только в большем масштабе. Мы должны закончить этот конфликт. Мы можем закончить этот конфликт. И мы должны начать ставить во главу угла интересы американских граждан. Итак, я думаю, судя по данному Вами ответу, мне кажется, что немало, я не знаю процентовку, но многие избиратели-республиканцы согласны с Вами. Не все, но многие. Но я не думаю, что с Вами согласны республиканские доноры. Я тоже так считаю. Я потерял, говоря по-честному, из-за этого вопроса, я потерял множество крупных доноров, как сейчас, так и в будущем. И я этого не понимаю. И, конечно же, хочется дать этому какое-нибудь конспирологическое объяснение. Типа у них на кону деньги, все эти господрядчики вроде Ротон и других, но я не считаю, что дело в этом. Мне кажется, что кое-что другое происходит в головах у истеблишмента. Что в демократической, что в республиканской партиях. Это что-то типа идеи, что мы должны сражаться в войне, которая на сегодняшний день популярна, которая политически корректна. Я не думаю, что бывают политически корректные войны. И вот что мне интересно. Как бы мы могли закончить этот конфликт так, чтобы это было выгодно интересам США? И вот что меня удивляет, Такер, что никто в обеих партиях об этом не говорит. Что альянс России и Китая — это главная угроза, которая сегодня стоит перед США. И продолжая вооружать Украину, мы тем самым толкаем Россию в руки Китаю. И я сказал, что я бы договорился о сделке, которая завершила бы украинский конфликт, заморозила бы существующие линии разграничения. И да, это означает отдать России часть Донбасского региона. Я также бы дал твердое обещание, что НАТО никогда не примет Украину в НАТО. И среди класса республиканских доноров эти слова даже произносить нельзя. Но мы получим взамен кое-что поважнее. Мы получим взамен, что Путин выйдет из своего военного сотрудничества с Китаем, а также уберет ядерное оружие из Калининграда, которое граничит с Польшей, а также уберет российские войска из Кубы, Венесуэлы и вообще Запада. И Путин пойдет на эту сделку, так как для него это победа, он получит то, чего у него нет. Но она также и в интересах Америки. Я, по моему мнению, для этой задачи нужен тот, кто не в тусовке, так как если вы хотите решить проблему, то вы не поручаете ее решение тому, кто вообще-то сам ее и создал. Если хотите все исправить, то нужен не тот, кто все сломал. И это тоже причина, почему я баллотируюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова